Нас ожидает прекрасный праздник, День города, который я уверен всем понравится, поскольку мы очень долго и очень хорошо и очень тщательно готовились к этому празднику. Нас ожидают различные развлечения, различные зрелища. Мы хотели сделать нашим и хотим сделать нашим праздником веселым, творческим. Это праздник прежде всего искусства, это праздник прежде всего красоты, посвященной нашему городу. У нас предполагается более 100 различных мероприятий в течение этих двух дней. У нас есть центральные мероприятия, то есть центральные такие события, о которых сегодня мы вам расскажем. В первую очередь, конечно же, мы хотим с радостью объявить, что мы возобновляем в нашем городе Днепре знаменитый фестиваль «Джаз на Днепре». В первую очередь этого фестиваля ждали более 10 лет, 15 лет ждали этого фестиваля. Он когда-то гремел на весь бывший Советский Союз, на весь бывший СНГ, и мы надеемся, что возобновит эту традицию, она станет постоянной. Об этом он расскажет нам один из организаторов этого фестиваля. Хорошо бы на этом закончить. И нас ожидает большая концертная программа, которая будет происходить на фестивальном причале. Мы пригласили туда различные творческие коллективы, лучшие в нашем городе, в нашей области. Ну и в том числе еще один сюрприз. Там будет звезда у нас Дина Карль. Это вторая звезда, так сказать, которая первая у нас будет Джамала на джаз-фестивале выступать. И третье такое, одно из главных событий, это у нас будет Самара-фест Днепро в Самарском районе, на Багазаринском крепости, в таком заповеднике, который мы хотим сделать. Там тоже будет такой фолк-фестиваль, где будет одним из центральных фигур будет скрипка. Дальше у нас предполагается огромное количество локаций, таких, например, как джаз, таких, как диджей-фест. Это будет у нас происходить в парке МТО, это в Ленинском районе, на Красном Камне. Ну и, естественно, традиционные, так сказать, пробеги, велопробеги, так сказать, и много-много других вкусных, интересных, веселых и красочных мероприятий. Пара оркестров будет. Поэтому я готов, чтобы долго не рассказывать, здесь присутствующие расскажут. И авиашоу, которое мы готовим, я приглашаю всех граждан, всех жителей нашего прекрасного города 10-11 числа не сидеть дома, а брать свои семьи, друзей, детей, близких, приглашать. И идти развлекаться, петь, танцевать, получать массу удовольствия. Дни будут прекрасными, солнечными. Я думаю, что день города у нас получится один из самых красочных и ярких событий, которые заполнятся всем намного и многого времени. Спасибо. Теперь о том, что будет проходить в центральных районах. Мы поговорили о том, что будет проходить в нашей Шевченко, в парке Шевченко, в парке Глобе, что будет проходить в Самарафест, что будет проходить в центре. Значит, у нас два дня в центре будет происходить непрерывное празднецство. То есть в центральной части, то есть это наша Сечиславская набережная, начиная от нового моста и заканчивая Мерехов-Херсонским мостом, в набережной будут различные мероприятия. Одно из основных и главных мероприятий, конечно, это будет стрит-фуд. То есть все жители нашего города могут круглосуточно гулять по набережной, на которой будут представлены различные наши предприятия, питание, рестораны, всевозможные другие заведения, которые будут устанавливать массу различных рекордов. Ну, предполагается установление семи рекордов Книги Иннеса, например, как самой большой хачапури, самая большая колбаса и так далее. И все желающие в этом непосредственно поучаствуют. Самая большая конфета тоже будет такой у нас, так сказать. И все желающие поучаствуют, так сказать, и организаторы. Все вот это вот, всю эту красоту, естественно, будут угощать людей, будут раздавать и так далее. Это первое. Второе. Будет парад оркестра. Очень шикарное зрелище, так сказать, приходите, пожалуйста, в районе цирка. Будет парад байкеров. Мы 300 байков объявили желание проехаться парадом во всем своим антураже, так сказать, на мотоциклах по улицам Днепра, для того, чтобы, так сказать, этот праздник действительно повеселить жителей Днепра. Также будет у нас проходить различные телевизионные шоу. Мы предполагаем прямое включение нескольких каналов Свячеславской набережной. Все желающие могут поздравить родной Днепр с праздником и так далее. Дальше. Следующий вопрос. Конечно, центральным событием в центре это будет праздничный концерт, который у нас будет проходить на Свячеславской набережной. И здесь я должен сказать, вот личного городского головы, так сказать, подарок, это звезда Кина Кароль, которая будет выступать в Свячеславской набережной на нашей концертной площадке. Я думаю, это привлечет огромное количество любителей популярной музыки, почитателей ее таланта и так далее. Кроме этого, будут проходить еще мероприятия и в других частях города, например, я упомянул, допустим, Ленинский район, парк МТО «Красный камень». Там будет проходить массовое интересное мероприятие, в основном, я так думаю, и для молодежи, наверное, и для всех. Диджей-фест, где будут выступать диджеи. Это будет непрерывная музыка, это будут непрерывные танцы, это будет непрерывное развлечение. И это будет проходить, так сказать, как говорится, с утра и до самого позднего вечера. Дальше, и в Каменском у нас будет проходить авиашоу. Это грандиозное зрелище, в котором будет принимать участие более 30 экипажей с самолетом. Это фигуры высшего пилотажа, это тот же самый стрит-фуд, это развлечения различного, так сказать, типа и так далее. То есть все желающие могут прийти туда и насладиться зрелищем. Также у нас будет проходить регата на Днепре. Чтобы вы понимали, во время, так сказать, нашего праздника, это великолепное зрелище. Вот на эмблеме джаз на Днепре, там такой стилизованный парус. Вот мы как раз, так сказать, хотим, чтобы Днепр у всей Украины, он ассоциировался с таким белым, прекрасным парусом. Будут яхты, яхтинг и так далее. И на Днепро будет проходить тоже авиационное шоу, демонстрационные полеты. Готовится небольшой сюрприз. Вот о нем я не буду говорить, все жители, так сказать, это увидят. И думаю, что все будут довольны. Что касается по организации. Первое. Мы постарались сделать так, чтобы все на праздник чувствовали себя комфортно. То есть понятно, что везде будут, все локации будут оборудованы биотуалетами. Везде будет находиться и следить за порядком, естественно, наша полиция. И патрульная полиция, и полиция, наша национальная полиция. Также будут везде дежурить скорые помощи. Мы понимаем, это праздник, различные ситуации. Мы примерно, не примерно, а 11 экипажей выставляем, так сказать, в город. Везде будет круглосуточно, в три смены работать коммунальные службы, которые будут по ходу развития праздника. Потому что это праздник. Еда, бумажки, бутылки. Они будут убирать все это дело. Мы надеемся, что и во время праздника, и после праздника мы очень тщательно будем следить за чистотой. И очень быстро все это дело уберем. Поэтому и жители центральных районов, где будут локации, могут не беспокоиться. Мусор весь будет убран, вывезен. У нас дежурят, так сказать, постоянные службы. Что касается транспорта. Будут специально изменены некоторые маршруты транспорта. А именно, вот на Самара-Днепропресс мы запускаем в течение двух дней три специальные электрички, которые будут ходить с центрального вокзала до 196-го километра платформы, от которой пешком все желающие до Самара, до Новогородской крепости дойдут. То есть все должны, расписание есть, пожалуйста, идите на вокзал, садитесь, спокойно доезжайте до Самара-Днепропресс, то есть до Шевченко-поселка, отдыхайте. Что касается авиашоу в Каменском, то с Левобережного будут ходить специальные автобусы, которые довезут комфортно, нормально, хорошие автобусы, с конечного довезут вас до Каменского. И с Каменского, естественно, обратно и так далее, и так далее. Но по всем остальным локациям у нас проблем нет, люди дают на общественном транспорте. Каких-либо ограничений движения общественного транспорта по городу в эти дни не будет, но хочу сразу предупредить, конечно, будет перекрыта Свячеславская набережная, она будет привлечена в один огромный большой бульвар, огромную площадку веселительную, поэтому там движения по Свячеславской набережной не будет, но будут объездные пути, так сказать, естественно, будут указатели и все такое. Я надеюсь, конечно, очень надеюсь, что транспортного коллапса, так сказать, мы избежим, потому что весь остальной транспорт ходит в штатном режиме, мы не перекрываем ни мосты, ничего абсолютно, то есть все будет работать, поэтому не переживайте, вы можете добраться в любое время, так сказать. Что касается вопросов, допустим, в поздний час, мы хотим организовать соответствующие автобусы, которые будут, будет дополнительно сказано, где они будут парковаться, которые с Сечеславской набережной будут развозить людей по местам их жительства, то есть будет несколько направлений, один поедет на Победу, группа автобусов, группа автобусов поедет на Западный, на Левый берег и так далее, то есть это будет не маршрут, это специальные автобусы, которые будут развозить. Почему? Потому что проблема, будет большое количество народу, я так думаю, гулять, по нашим подсчетам, ну, наверное, так сказать, одновременно сконцентрируется тысяч до десяти, это в одном месте, допустим, поэтому их надо будет развозить, поэтому не переживайте, как в старые добрые времена, так сказать, специальные автобусы вас довезут в те районы, в далекие, отдаленные районы, ну, а жители центра, наверное, в эти два дня, так сказать, думаю, не только будут наслаждаться этим зрелищем, но и спокойно доберутся до своих моментов. По нашим подсчетам, примерно, мы ожидаем, что в праздновании Дня города примут участие, то есть население где-то около, по самому скромному подсчетам, около двухсот тысяч жителей нашего города. Это огромная масса людей по разным локациям, ну, я так думаю, обычно мы ошибаемся, обычно принимают больше. Что касается вопроса безопасности, первое, на улице нашего города будут выведены все силы нашей патрульной полиции и силы нашей полиции, в том числе, которые будут следить, это около двух тысяч человек, в этом отношении переживайте, улицы будут патрулироваться, особенно центральные районы, значит, будут проверяться и, так сказать, следить за безопасностью, за поведением и так далее, и так далее. Это, чтобы не переживали в этом отношении. Ну, и я так думаю, что, наверное, мы еще какие-то определенные меры, так сказать, предпримем для того, чтобы все спокойно, нормально отдыхали в этом деле. В принципе, все, уважаемые дамы и господа, если мы что-то забыли сказать, ну, всего, во-первых, невозможно сказать, это однозначно, но если что-то забыли сказать, то мы можем ответить на вопросы, ну, и дополнительно, наверное, в наших афишах. Афиши развешаны по всему городу, обратите внимание, День города, там расписана программа, не вся, конечно, а приблизительно основные, все сведения находятся на сайте городского совета, а также на сайте организаторов, так сказать, различных мероприятий, поэтому следите за информацией в интернете, и вы будете в курсе абсолютно всех событий. Я еще раз повторяю, мы хотели сделать так, чтобы праздник был для всех, для всех горожан. Мы специально ушли от всевозможных торжественных собраний, встреч там и так далее, и тому подобное, для того, чтобы не было официоза, потому что День города – это прежде всего праздник, а не какое-то там мероприятие политическое. Политики не будет, поэтому я думаю, что мы хорошо проведем это время. Спасибо за внимание. Все руководители департамента городского совета, в том числе и лично Филатов, как мэр города, мы на протяжении этих двух дней будем с вами. То есть никто не собирается где-то в сеть, мы будем находиться в локациях, мы так, открываясь, распределили между собой, что кому нравится, кто куда поедет, где будет общаться, поэтому все жители города смогут встретиться с нами на улицах во время празднования, так сказать, поучаствовать в каких-то интересных мероприятиях, пообщаться, и мы будем все вот там, где это все происходит, никто не будет сидеть дома, все будут со своим городом. Это правильно так должно быть. У нас будет много гостей, мы приглашаем других городов, мэров других городов, и заявили желание несколько мэров приехать к нам, в частности, мэр Венеции приедет, обязательно в порядке у нас хороший друг, приедут все наши основные депровские политические деятели, которые там в Киеве, так сказать, занимаются политикой, и нам есть что у них спросить, и о чем поговорить, вот. Ну и я так думаю, что много будет интересных других встреч, кроме творческих, конечно, так сказать, поэтому всем будет интересно. И мы всегда принимаем самую активную часть во всех мероприятиях, которые проводятся в городе, и тем более такой праздник, как День нашего города. И мы очень благодарны руководителям города, которые выделили 11 числа, это воскресенье, лучшие площадки в нашем городе, это в парке Шевченко и в парке имени Глоба. В парке Шевченко у нас пройдет турнир шахматный, ветеранский, где будет участвовать около 30 шахматистов, ветеранов, начнется мероприятие в 10 часов, и в 10 же часов начнутся мероприятия в парке Глоба. В парке Глоба мы планируем провести концерт ветеранский с участием хороших артистов, где будут выступать ветераны-поэты, писатели, там же будет выставка их произведений. Мы планируем подвести там итоги детского рисунка про наш город, наш любимый город. Там же будет подведена итоги, их фотовыставка будет о нашем городе. Ну и хотелось бы еще сказать, что даже пчеловоды решили показать там свою сладкую продукцию, ее можно будет приобрести, а также большая будет выставка работ ветеранов. Это вышивка, бисер, куклы и так далее, которые тоже можно будет приобрести желающим. Вот такие мероприятия будут проводиться. Значит, концерт будет, есть там такая ракушка, вот площадка такая, вот там будет этот концерт. Вот если коротенько, те мероприятия, которые поддержаны городом, включены в план проведения нашего праздника, и ветераны примут активное участие. Мы тоже всех жителей нашего города приглашаем на это мероприятие и поздравляем всех с этим прекрасным праздником. Спасибо.